Узнавай о роликах и онлайн-трансляциях раньше всех, присоединяйся к нашему комьюнити в телеграм-канале. Не знаешь, с кем поиграть и хочешь найти приятного тиммейта? Наш дискорд-сервер всегда открыт для тебя. Оформив подписку Бусти, ты не только поддержишь меня и ускоришь выход роликов, но и получишь доступ к огромному разнообразному эксклюзивному контенту. Саб-дни, эксклюзивные ролики, заказ игр или выбор темы для следующего ролика и многое другое. Все это ты сможешь найти на Бусти. Вариация подписки начинается от 49 рублей в месяц. Приветствую тебя, дружище, ты на канале Амургейм. Сегодня мы с тобой поговорим об интересных точках с лутом на локации таможни. Чем же интересны эти секретные места, спросишь ты. А я отвечу, это спам, ледоруба, мачете, красные лапкарты, ключицы, инъекторы, инцы кейсов и многого другого очень драгоценного. И самое интересное, какие же преимущества этих точек? А все элементарно, чтобы посетить данные места на локации таможни, ключи нам не потребуются. Нам потребуется только удача, удача того, чтобы предмет заспавнился. Наверняка и найдутся те, кто будет недоволен. Ааа, эти точки, там лапкарта красная раз в год спавнится. Но она спавнится. Если бы предмет не был таким редким, он бы не был таким ценным на барахолке. И к слову о ценности и удачи. В начале вайпа на одной из этих точек наши ребята из дискорда умудрились там найти две красные лапкарты в первый день вайпа. На то время в нашем дискорде было порядка 150 человек. И вот из 150 двое счастливчиков нашли красные лапы в первый день. Тарковская удача это то, без чего не обойтись каждому игроку. Ящик диких, делики, виклики, награды за эти делики. Все это удача. Тебе может насыпать круто, клево, а может не насыпать ничего. Ну и прежде чем переходить к этим интересным местам, позволь напомнить тебе, что возможно ты не нажал кнопку подписаться. Более 62% смотрят ролики на канале без подписки. Хайлайт нарезки со стримов, мувики, гайды, обзоры, новости и многое другое ты сможешь найти на нашем канале. Давай переходить к первому интересному месту на локации таможни. Самое интересное то, что большинство этих мест они прямо на спавне. Соответственно мы заспавнились и можем сразу посмотреть это место, не заспавнился ли там какой-нибудь драгоценный предмет. Чтобы дойти до первого места со спавна, вам потребуется всего лишь пару секунд. Соответственно шанс того, что у вас у корду данный предмет прямо у вас из-под моста, он минимален. Первая точка находится рядом со спавном у старой заправки. Слева у нас вот ЗБ-13, вот у нас непосредственно сама заправочка. Спавн у нас справа у забора, ближе к тайнику. Соответственно здесь у нас вот тайничок, здесь мы спавнимся. И вот наше первое интересное место, это вот это дерево рядом с плитами. Здесь регулярно что-то спавнится. Зачастую это будет мусор, потому что, ну, логично, да, драгоценный предмет не будет спавниться вам в каждом рейде. Именно в этой точке спавнится красная лапкарта. Соответственно мы заспавнились около заправочки здесь вот на углу и сразу идем по дереву, проверять спот. Возможно здесь заспавнилась красная лапкарта. Второе интересное место находится прямо по соседству от первого места. Это здание заправки. Мы перепрыгиваем в забор, либо обходим его со стороны и заходим в саму вот эту будку. Место, которое нас интересует, это вот этот вот стол. На нем спавнится мачете или даруб. Спавн очень редкий, ну прям вот безумно редкий. Мне кажется проще найти ледаруб на штурмане, либо найти мачете или даруб в каком-нибудь ящике, либо диги его тебе принесут. Но тем не менее здесь спавнится нечто интересное. Так что проверять этот стол досконально. На нем обычно спавнятся разные обвесы, модули и так далее. Но спавн мачете и ледаруба здесь есть. Я кстати думал, что ледаруб там не спавнится, спавнится только мачете. Но я посерфил пару сайтов и там указано, что ледаруб там тоже спавнится. Третье и как по мне самое интересное место. Потому что в этом месте спавнятся ключницы, документы, инъекторницы, кейсы для патронов и так далее. Проще говоря спавнится тот лут, который спавнится в мечной комнате на локации таможни. Вроде как здесь даже спавнится WZ кошелек, который нужен на капу. Но вот конкретно насчет ключницы джинджи я информации не слышал. Но возможно она также спавнится там. Логично, что ледаруб, красные карты и мачете спавнятся куда реже, чем те же документы или инъекторницы. Вот почему как по мне это место самое интересное. Оно находится также по соседству с заправкой. Мы разворачиваемся на 180 градусов и видим вот такое интересное здание. Нам нужно в него. Конечно мы можем зайти через дверь, но у меня для тебя есть такой вот знаешь бонусный контент. Я хочу показать тебе интересную подсадку. Подсадка очень простая. Мы забегаем с тобой по мусорным бакам. С мусорного бака мы с тобой прыгаем на окно. В воздухе нажимаем кнопочку присесть и поворачиваем мышку влево. Частая ошибка, что прыгают вот отсюда, то есть прямо от стенки. Но тогда вы не полетите на диагонали. Вам нужно прыгать вот примерно с этой позиции вперед. Как же выглядит данная подсадка в деле? Мы разбегаемся, прыгаем, нажимаем кнопочку присесть и залетаем на вот этот вот подоконничек с невидимым окном. Оп, разворачиваемся и мы уже внутри. В каких же ситуациях эта подсадка классная? Подходите к зданию, слышите, что внутри кто-то топает, либо там через войп с вами разговаривает. Подходите слева, дверь возможно открыта, пикать слева плеча не вариант, закрываем дверь. Либо возможно дверь уже закрыта и вы слышите также, что там кто-то топает и контролит данную дверь. Переводки, а как же зайти? Но мы и берем с вами такие вот, разбираемся, чуть-чуть влево, чуть-чуть оп, присели, залетели, бам, бам и уничтожили. Ролик у нас не о подсадках, а о интересных местах с лутом, так что давай заходить в здание и смотреть. Мы заходим в само здание, поворачиваем направо, здесь нас встречает стеллаж. И это и есть тот стеллаж, который нас с вами интересует. Здесь часто спавнятся наушники, именно конкретно вот на этом месте спавнятся инъекторницы, документы, ключницы и так далее. Но будьте внимательны, проверяйте всю полку, потому что на ней также спавнятся хорошие ценные предметы. Сурф, который стоит порядка 15 тысяч, кресала, который стоит порядка тоже 15 тысяч, витамины тоже стоят 15 тысяч. Это и к тому, что не стоит фокусироваться только на одной точке и посмотрите весь стеллаж полностью, потому что зачастую на ним спавнится также неплохой лут. Запомнили, да? Стеллаж рядом со входом. Само собой, что большинство из вас, кто посмотрит ролик, не найдут ничего драгоценного или ценного за первые 5, а то и 10 трэдов. Но наверняка кто-нибудь один, а то и двое, и трое, в ближайшую неделю найдут что-то драгоценное. В этом и есть смысл ценных предметов, что они не спавнятся регулярно, они спавнятся очень редко, поэтому у них есть стоимость. Если бы документы регулярно спавнились, они бы не стоили там 300-350 тысяч. Если бы инъекторница так часто спавнилась, она тоже не стоила бы кругленькую сумму. Так что вот ледоруб, инъекторницы, кейсы, мачете, на превью это все не байты. На самом деле эти предметы спавнятся на таможне, тебе не требуются никакие ключи, тебе нужна только удача, чтобы предмет заспавнился. Ну и тайминги. Зачастую большинство игроков, они не смотрят на эти точки, они их пробегают мимо. Вот заправку обычно чекают, да, вот этот кустик, потому что он прям перед носом и там, ну, тяжко что-то не заметить. А вот в этом здании ребята регулярно пропускают лут, сколько мы вот играли с моим товарищем Монти, там в середине, в конце рейда он приходит, такой, Саня, ёба, тут доки, я такой, ну, неплохо, неплохо. Но помните самую главную вещь касательно лута, это всего лишь лут, это всего лишь картинки. Получай удовольствие, играя в эту игру, ну, убили тебя там, не успел ты залутаться, да бог с ним, регай новую каточку, иди вообще кайфовать по полной. Удавалось ли найти что-то интересное на этих точках? Напиши об этом в комментарии. Надеюсь, данный ролик был для тебя информативным, ну или хотя бы интересным. Спасибо тебе за просмотр ролика, всего тебе наилучшего, увидимся в следующем ролике и заклядывай на наши онлайн-трансляции. До скорых встреч, пока!